Ссылки это мы знаем основной фактор ранжирования в поисковых системах, в частности в Google, в меньшей степени в Яндекс, но это не исключает, что он является важным. Именно благодаря ссылкам поисковый робот ходит по вашим страницам и определяет куда ему идти дальше, какие ссылки являются полезными и по каким ссылкам нужно переходить. Но иногда хочется поисковому роботу сказать стоп и не нужно идти дальше. Каким образом сказать поисковому роботу, что эта ссылка нужна, но по ней не нужно переходить, ее сканировать и учитывать в ранжировании. Сегодня мы расскажем про исходящие ссылки, как их нужно правильно маркировать и что нужно делать, и какие ссылки являются полезными исходящими, а какие лучше закрыть. И сегодня на канале SEO Quick я Николай Шмачков расскажу вам, как правильно нужно делать внешние исходящие ссылки. И сейчас мы начнем, конечно же, с Яндекса. Как увидим, Яндекс конкретно говорит, что ссылки это важнейшая составляющая интернета. Да, вроде бы казалось, это не фактор ранжирования, не топовый, как они, собственно, об этом говорят. И он не находится вверху у нас непосредственно, как факт, ну, потенциальных советах. Он находит где-то в серединке, но он находится в логичном месте. Ссылки являются действительно важным фактором ранжирования. И по поводу ссылок я бы хотел сказать, что у Яндекса есть четкое разграничение видов ссылок. Он умеет ранжировать и прямым текстом вам говорит, как он смотрит на какие ссылки. По поводу партнерских ссылок он четко говорит, что у вас могут быть партнерские ссылки, на вас могут ссылаться. То есть, если ставить ссылки на ваш сайт, проследить за тем, чтобы их текст содержал адекватное описание вашего сайта, а не просто URL. Поэтому без анкоры на главную ни в коем случае не ставим. Это Яндекс прямым текстом говорит, это является нарушением. И нельзя использовать тут, здесь, там этот сайт, тоже Яндекс говорит, прямо так делать нельзя. Используйте в качестве анкора название вашей компании, название вашего бренда и тому подобное для главной страницы. Для партнерских ссылок это нормально. Можно делать кликабельный непосредственно логотип с ссылочкой на ваш сайт, что тоже является нормой по мнению Яндекса. Второй момент, это ссылки, которые используют интернет-СМИ. Если онлайн-СМИ используют информацию с вашего ресурса, да, конечно, лучше, чтобы они брали H1, ключевую фразу в вашей статье. Самый оптимальный вариант продвижения, это брать действительно H1 вашего ресурса. Как проверить H1 любой странички, это легко, вы просто берете любую страничку, например, вот мы возьмем вот эту статейку, очень неплохая статейка как раз на эту тему. И статейка, как Google использует Real Sponsor для партнерских ссылок, и подсветим H1. И вот мы видим H1 непосредственно статьи при помощи простейшего скрипта. Скрипт простой, в Телеграме расскажу, кто меня слушает на подкастах, само собой, сходите в Телеграм, текстовая версия скрипта будет там. Поэтому этот скрипт очень простой, позволяет использовать подсветку H1. И вот используйте вот качество анкора, вот допустим, ваша статья, допустим, использовать Real Sponsor для партнерских ссылок. Конечно, чем короче H1, тем лучше, то есть, понятно, для продвижения это полезно, но оптимальный вариант, по мнению Яндекса, использовать какую-то короткую ключевую фразу. Справочники, отраслевые каталоги. Само собой, да, есть ограниченное количество каталогов, на которые можно разместить ссылку, найти эти каталоги легко. Я рассказывал в своих прошлых видео, как это делается, простейшие инструментарии, простейшие утилиты, которые позволяют это делать буквально за пару секунд. И это довольно просто. Обычно на каталогах ссылочка размещается в виде действительно URL. Это нормальное явление, то есть, когда они размещаются там URL, и он к ним относится именно так. То есть, не путайте ссылочку справочника и ссылочку партнерскую. И также, так называемые, отдельно ссылочки, которые оставляют пользователи. Обратите внимание, Яндекс говорит, обязательно закрывать ссылочки, которые оставляют пользователи, атрибутом rel.nofollow. Тот самый атрибут rel.nofollow, который запрещает индексировать контент страницы. То есть, Яндекс прямым текстом говорит, вы можете делать незакрытые nofollow ссылочки непосредственно на партнерские. Вы можете делать незакрытые ссылочки из СМИ, но обязательно должны закрывать ссылочки, которые оставляют пользователи на немодерируемых участках сайта. Ну и, само собой, платные ссылки. Яндекс ценит ссылки, которые, как говорится, мы ставим для того, чтобы помочь посетителям сайта. Если вдруг Яндекс за подружкой говорит, что ссылочка у вас неестественная, а куплена, у него для этого есть несколько алгоритмов, которые позволяют выявить купленную ссылку, она или естественная. Это обычно проверка тематичности контента, который разместили на площадке, либо проверка самого контента внутри. Он может быть тематичным, но абзац какой-то может быть нетематичным. Либо иногда просто вставленная нетематичная ссылка на контенте по другой тематике. Банальный тест на тематичность позволяет определить. Поэтому любите покупать ссылочки, покупайте на своих тематичных ресурсах. Не ходите в те отрасли, где точно вам нет смысла покупать донора, иначе фильтр вас ждет очень быстрый и, кстати, очень тяжелый. С него вылезти практически нереально. И многие спрашивают, как проверить в Яндексе, какие ссылочки на вас ставятся. На самом деле это очень просто. Зайдите просто в вебмастер Яндекса, выберите раздел внешние ссылочки, и вуаля, вы будете видеть, какие ссылочки за ограниченный период времени на вас поставлены. Можно посмотреть, какие нерабочие, какие сайты на вас ссылаются, и на какие страницы ссылочки, как говорится, появляются. Для удобства можно сортировать их по созданию, когда они появились, то есть по дате, когда появилась первая ссылка, когда последняя. И вот, собственно, можно увидеть, какие сайты на вас ссылаются, с каким иксом. Икс, как мы знаем, что это индекс качества сайта Яндекса. Его можно посмотреть для любого сайта. В частности, например, его можно посмотреть в разделе качества сайта. Нажимаем показатели качества и смотрим свой икс. И видим, как он, собственно, на фоне других конкурентов смотрится. Я ошибочно сказал, что Яндекс подтягивает конкуренты. Нет, он не подтягивает их, надо добавлять ручками. Вот, добавляем все их здесь. И смотрим, какие знаки у какого сайта уже есть, на каком они месте. Как мы видим, можно посмотреть серьезных конкурентов в Яндексе и сравнить с собой непосредственно. Перейдем к Google. У Google все менее прозрачно и более запутанно. Во-первых, для того, чтобы посмотреть внешние ссылки, приходится, конечно, использовать не очень удобный инструментарий. Он называется раздел ссылки. И здесь вот мы видим страницы, на которые чаще всего ссылаются. Мы можем посмотреть страницы, на которые есть ссылки. Но юмор в том, что мы не видим, какие страницы на нас ссылаются, а всего лишь домены. И это не есть удобно. Я считаю, что Google здесь уже отстает от Яндекса. Уже начал отставать. Хотя он внедрил новый инструментарий. Что довольно неудобно. Да, конечно, можно сразу себя смотреть, проверять, на какую страничку у тебя ссылочки идут, чтобы распределять вес. Многие подумают, как это так, у тебя на главную ссылок меньше. Да, это scholarship, на нее до чертиков ссылки. На нее ссылки ставятся с каждым днем. Продолжают некоторые цитировать эту программу, обсуждать эту программу. И она нарастает. Но она передает вес на главную. И за счет этого растет главная. А страницы, на которые чаще всего ссылаются, внутренние ссылки, это ваша перелинковка. В этом разделе можно посмотреть внутреннюю перелинковку вашего ресурса. И страницы, которые ссылаются чаще всего на вас, можно посмотреть, какие домены на вас ссылаются. Да, у нас домен Seagwick.ru. Это фактически русская версия Seagwick.ru. Но логично, что ссылки друг на друга перекидываются. И, соответственно, можно посмотреть, какие сайты на нас ссылаются. Соответственно, у них есть такая маленькая проблема, что у некоторых сайтов очень много ссылок внутри из-за особенностей CMS. Это проблемы не наши, это проблемы их сайтов. И можно посмотреть, какие анкоры наибольше всего ставятся на наш сайт. Можно это с легкостью увидеть в этом разделе. Но раздел запутанный, сложный. И проверить, какая ссылка конкретно на вас поставилась, ну, довольно неудобно. Она, получается, выглядит как гамбургер, который разобрали по запчастям. А не все в цельном виде. Что Google говорит по поводу внешних ссылок? У Google, кстати, очень пространное понимание, какие ссылки должны быть. С одной стороны, они говорят, что ссылочка может быть вполне, как говорится, как его называется, может быть вполне себе nofollow. И прямым текстом приводят в пример в Википедию. То есть атрибут rel ставится только если вам нужно закрыть ссылку. То есть rel nofollow вы ставите в том случае, если ссылку нужно закрыть. Но, как они говорят, nofollow непосредственно, если вам нужно, чтобы был nofollow для Яндекса, да, то тут они выделяют его отдельно. Если вам не подходят описанные выше атрибуты, какие выше атрибуты? Вот сейчас вот мы расскажем. Google ввел новые атрибуты. Это rel sponsored. Это спонсорская ссылка. Та самая, которая, вот, вроде бы как, партнерская, купленная, которую нужно закрыть, по идее. То есть, например, если я напишу классный обзор на серпстат и сделаю ссылочку на серпстат, я должен ее, по мнению гугла, закрывать. Или, допустим, если у меня будет размещаться, там, не знаю, какая-то печатная цеха, там, возрождение, условно говоря, на моем сайте SEOquick, я это возрождение должен закрыть тегом rel sponsored. Все ссылочки, которые генерируют у меня discuss, ну, которые пропускают discuss, комменты, либо у меня будет на сайте любой там форум прикрученный, который, где пользователи будут оставлять комменты, все ссылочки автоматом должны закрываться атрибутом rel ugc или user generated content. Соответственно, генерированный контент пользователями нужно закрывать простейшим алгоритмом. То есть, это защита от спама в комментариях. Ну, то есть, если вам нужно поощрять комментариев, то атрибут можно в ручном режиме удалять, собственно, о чем они намекают. Вот, в прошлом они рекомендовали для спонсорных ссылок использовать атрибут nofollow. Ну, собственно, если же вам нужно, чтобы роботы переходили по ссылкам на вашем сайте, связывались с ним ссылки, используйте значение nofollow. Ну, то есть, Google прямым текстом намекает, nofollow, робот переходит. И об этом они уже заявляли. Google проходится по ссылкам nofollow и их индексирует, что есть фактически противоположной системе с Яндексом. Яндекс nofollow ссылки просто не проходит, он их не видит. Он считает, что она у вас есть, но он на нее не обращает внимания. В то время как Google по nofollow ссылочкам ходит. И фактически для закрытия nofollow у вас только два варианта. Это UGC и Sponsored. И, соответственно, если вы закрываете nofollow, то в Google эта ссылка считается как внешняя. Но я вам так хочу сказать, что Google не сильно банит, если вы будете ссылаться на любой другой внешний ресурс. И это факт. У нас есть страницы, на которых может быть по 20-30 исходящих ссылок, не закрытых никаким атрибутом вообще. Есть страница, например, заработок в интернете, с которой просто огромное количество исходящих ссылок. Это можно с легкостью проверить. Итак, берем заработок в интернете, вбиваем заработок в интернете без вложений и смотрим нашу статью. Простейшая статейка. И в этой статейке можно, конечно же, посмотреть, какие у нас здесь ссылочки. Давайте проверим. Мы посмотрим, какие у нас здесь онпейдж. И изучим. Нет, здесь это не онпейдж. У нас здесь, понятно, все заголовки у нас прописаны. И посмотрим наши ссылочки. Утилита. Мы посмотрим непосредственно links on page. И вы увидите огромное количество исходящих ссылок, которые у нас есть на ресурсе. External 40 ссылок. Посмотрим, где они у нас. Ну и, конечно же, вот они. И они у нас no open layer, no referrer. Стоит соответствующий. Так есть no follow закрытые ссылки. От этого в подвале, само собой. И вот, собственно, они все идут здесь. Огромное количество. Но при этом страничка занимает топовые позиции. И, как вы видите, ей вообще абсолютно все равно на то, что происходит. Соответственно, на что я хотел бы вам обратить внимание. Если вы делаете внешние ссылки, в Google все равно будете ли вставить no follow или do follow. Абсолютно все равно. Но если вы будете вставить sponsored или user generated content, эти ссылочки Google видеть не будет. Таким образом, моя статья прилично дает вес всем фактически с сайтам, которые находятся здесь. Если вы хотите попасть на эту статью, у вас есть какой-то сервис, на котором вы зарабатываете в интернете. Можете написать мне, я с удовольствием рассмотрю. Страница уже имеет 57 тысяч просмотров и занимает топовые позиции. И каждый день дает нам трафик. Это можно с легкостью проверить на сайте. Почему? Потому что фактически страница дает стабильный трафик нашему ресурсу. Если посмотреть эффективность сайта, можно увидеть, что страница заработок в интернете дает стабильно за 3 месяца 1600 кликов. То есть она постоянно растет и тем самым удерживает очень высокие показатели CTR. Поэтому внешние ссылки, резюмируем, в Яндексе закрываем все, что не нужно. No follow. И для Google единственный момент, нужно получается дублировать тег, ставить, что она user generated content, если это для комментариев, либо она спонсор. То есть получается нужно будет делать двойной тег для коммерческих ссылок. Как это сделать? Пока все еще в недоумении. Те, кто продвигаются на Россию, само собой оставляют no follow везде и всюду, потому что не боятся никаких санкций Google, а потому что санкции с Яндекса гораздо страшнее. Те, кто продвигаются на Америку, однозначно сразу не смотрят на Яндекс, потому что сразу себе ставят только два вида тегов. Тегов no follow, вместо no follow ставят исключительно user generated, либо спонсоры. Надеюсь, вам было все очень просто и понятно. Если не понятно, конечно же, жду вас в своей группе в Телеграме. Не забываем заходить, задавать вопросы, подписываться. Заходим на Инстаграм, там я буду обсуждать необычные кейсы. Буду публиковать скриншоты, где мы будем рассуждать по поводу того причины роста падения того или иного сайта. Также вы можете присылать свои сайты, мы будем также их разбирать. И не забываем, конечно, по четвергам присоединяться на вебинары, где мы будем разбирать сайты, выборочно выбирать несколько URL из приславших себя. И, конечно же, разбирать все до мелочей, как говорится, по полочкам. Итак, до новых встреч, жду вас снова.